Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергея Уланов. Взявшись за руки, введение новой ветеринарной справки едва не парализовало уличное движение в городе. Улицу Сырмодатова сегодня перекрыли торговцы мясом. Людей возмутил тот факт, что им запретили реализацию мяса без справок нового образца. Только после часа уличного противостояния удалось навести порядок. Наши корреспонденты первыми оказались на месте событий. Сначала люди собрались у мясного павильона. Здесь, на рынке Илли-Рысы, закупают мясо торговцы с основных рынков города. У нас требуют ветеринарные справки, которые не выдают в поселках. Их вообще новые справки в поселках не выдают. Со старыми справками нас требуют новые справки. А со старыми справками у нас мясо не пропускают в павильоны на продажу. У людей похороны, вот они заказали мне 100 килограмм мяса. Я им пообещала, что не смогла мясо взять. Как снег на голову. Мясо не отпускается местное. Вот, пожалуйста, российское, вот завезли, мы его не берем. Вот оно, со справками официально, но мы его не берем. Зачем мы его должны брать, когда мы местное хотим взять? Местное не запускают. Возмущенные торговцы начинают перекрывать улицу Сырымодатова. Кстати, эта трасса связывает областной центр с Самарой. Поэтому заблокированными оказались и большегрузы, которые пытались въехать в город. Также в общей очереди пассажирские автобусы. Сейчас бастующие перегородили трассу по улице Сырымодатова. Люди не пропускают машины на протяжении уже нескольких минут. Они требуют, чтобы им дали торговлю и не мешали вести бизнес. Дайте работу нам, нам работать не дают. Без справки не пропускают. Ну что это за дела? Мы платим аренду. Нам детей надо кормить, у нас кредиты, в конце концов. Возмущенные водители, которым преградили путь, сначала объезжают торговцев по обочине. Но затем люди перекрыли ее. Через некоторое время на место подъезжают сотрудники местной полицейской службы. Но люди не распоятся, несмотря на их уговоры. Затем свои разъяснения дает директор рынка и руководитель городского отдела предпринимательства. Уведомили городской отдел ветеринарии месяц назад, что будет новая ветосправка. Готовьтесь к новой ветосправке брать. По новому закону новую справку требуется. Раз, если требуют новые справки, должны каждый Акимсельский округ, отдел ветеринарии, новые справки давать. Эти справки, работу мы сегодняшний день проведем. Для всех отделов ветеринарии каждого района доведем. И они новые справки будут давать. И также вы будете торговать за основу. Проблем я здесь не вижу. Точку в мясном конфликте ставит прокурор. Он обещает разобраться, кто и почему пренебрег изменениями в законодательстве. Здесь вина уполномоченных органов, либо вина ваших поставщиков, которые по своей самонадеянности поехали без всяких справок. Закон есть закон. Раз он принят, надо его исполнять. Правильно? Другое дело, если, например, человек обратился в уполномоченный орган, и ему не дали эту справку, тогда, конечно, мы за это спросим. Стоит отметить, что после часа противостояния людям разрешили торговать мясом без новых справок, но до решения проблемного вопроса. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Открепительные талоны для голосования участники предстоящих выборов смогут получить по доверенности. Об этом сообщили специалисты избирательной комиссии в ходе ответов на вопросы журналистов. В рамках проведения предвыборной кампании в Уральске состоялся брифинг с участием СМИ. В этом году количество потенциальных избирателей перевалило за 430 тысяч. Сегодня, когда число претендентов депутата Мажелеса уже определено, идет работа по подготовке агитационного материала. Достоверность документов, предоставляемых кандидатами, комиссия будет проверять в течение 15 дней. Откружены участковые комиссии, основные все опытные люди. Сейчас на сегодня имеют практически 80% они раньше проводили выборы, участвовали в таких выборах. Остальные будем обучать. Отвечая на вопросы журналистов, представители избирательной комиссии рассказали, что для жителей отдаленных населенных пунктов будет организована доставка на избирательные участки. Те, кто по состоянию здоровья не смогут прийти, должны заранее обратиться с заявлением к участковому комиссии. Также ответили на вопрос, как можно найти себя в списке избирателей. Аким Горда передаёт нашему председателю избирательной комиссии списки избирателей. По этим избирательным спискам каждый избиратель может прийти на свой участок и посмотреть свою фамилию, есть ли он в этом избирательном списке или нет. Если нет его в этом избирательном списке, он подаёт заявление в этот избирательный участок. Идёт проверка через ЦОН, то есть через Центр отслуживания о его месте в Капельске. Если этот человек действительно прописан по данному территориальному округу, то, значит, его включают в состав списка. Как отмечают члены избирательной комиссии, воспользоваться конституционным правом выбора должен каждый гражданин республики. Кстати, электронное голосование сегодня не допускается. Марина Горбук, Дорин Десимбиев, Александр Грабриев, ТДК-42. Почтовые марки, наклейки, памятные значки. За редкими экземплярами коллекционеры охотятся по всему миру. Илья Яковлев, о котором пойдет речь в следующем сюжете, собирает машины разных моделей. Только не настоящие, а их миниатюрные копии, уменьшенные в 43 раза. Чтобы посмотреть всю коллекцию, потребуется не один час. В этом убедился наш корреспондент Олег Великий. Свою первую модель автомобиля «Москвич-426» Илья Павлович приобрел в 1979 году. Тогда ему было всего 18 лет. Сегодня в квартире коллекционеры имеются обычные «Жигули» советских времен, правительственные «Чайки» и многое другое. В коллекции Ильи Павловича насчитывается 400 автомобилей разных моделей и марок. Здесь представлена даже вот такая машина марки «Старт». Это точная копия автомобиля из легендарного фильма «Кавказская пленница» или «Приключения Шурика». А вот этот автомобиль – точная копия того, что Сталин подарил патриарху в Сия-Руси Алексею Первому. Специального стеллажа для хранения машин у коллекционера нет, поэтому они заняли все свободные места на шифонере и серванте. Илья Павлович признается, что специально автомобили не покупает. Это происходит случайно. Дарили. Брат приводил, друзья приводили. Большая часть этих машин приобретены не больше, а все приобретены в России, кроме 1,5, которые мне привезли из Ленинграда и АМА-F-15, которые привезли из Казани. «Самый популярный вопрос, который задают коллекционеру – не хочет ли он продать свои автомобили. На это Илья Павлович заявляет, что такого у него даже в мыслях не было. Всю свою коллекцию он передаст по наследству своим племянникам». Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Самаре завершился международный турнир по профессиональному панкратиону. Шесть профессиональных бойцов, двое из которых Западно-Казахстанской области, достойно представили нашу страну. Соперниками казахстанской сборной стали спортсмены из России. Наши бойцы показали очень хороший результат. Поединки были зрелищными, напряженными и бескомпромиссными. Все подробности в сюжете. «Сталп, поддержим давай!» Как отметили организаторы соревнований, чемпионат по этому весьма зрелищному виду единоборств по масштабности и красочности в Самаре проходит впервые. Все спортсмены были отлично подготовлены, однако наши бойцы были настроены только на победу. На данное соревнование приехала сборная команды Казахстана в составе шести человек. В состав входят сильнейшие бойцы Казахстана, в том числе два спортсмена, это спортсмены Западно-Казахстанской области. Приехали мы сюда выигрывать, я думаю, что победа нас ждет. На ринге собрались универсальные спортсмены, которые владеют приемами многих видов боевых искусств. Они хорошо бьют ногами, работают руками и борются. По словам тренеров, это был сильный и зрелищный чемпионат. Интересными бои получились практически в каждой весовой категории. Ну а победу одержали казахстанские спортсмены. На международном турнире по профессиональному панкратиону Battle of Warriors команда Казахстана выиграла турнир со счетом 4-2 из шести боев. Четверо одержали победу. Тем самым выиграли переходный кубок. Дай бог он останется у нас в Казахстане. Всех с победой поздравляю. Казахстан, алга. Бойцы демонстрировали богатый технический арсенал, что подтверждала реакция зала, взрывавшегося бурными аплодисментами. Зрители, которых в этот день собралось немало, были в восторге от боев. Конечно, они ждали выступления и победы местных спортсменов, и это вполне объяснимо. Но по итогам чемпионата кубок достался бойцам из Казахстана. За 2 минуты 6 секунд техническим нокаутом победу одерживает Алман Исинтайер. Республика Казахстан. Приехали очень сильные команды Казахстана. И сегодня особенную технику хорошую показал Дурмек. Конечно, Дурмек показал очень сильную технику. Он показал очень классный бой. И хотелось бы мне отметить вообще всю команду казахской национальной сборной за то, что они показали очень сильную технику. Потому что действительно, ребята из Самары, они очень сильно постарались. Они выступали за всю Российскую Федерацию. Но все-таки, тем не менее, казахи сегодня были лучшие. Они завоевали достойно этот кубок. Организаторы отметили, что такие турниры будут проводить и дальше. В планах у них посетить Казахстан и вновь заполучить переходящий кубок. Ну а мы будем надеяться, что это не последняя награда наших спортсменов на соревнованиях такого высокого уровня. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42 из Самары. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках.